Всех приветствую на своем канале. У нас погода какая сегодня хорошая, красивая наконец-то. Мы решили весь этот хлам строительный собрать на свой старенький грузовичок и вывезти на ближайшую сортировочную свалку. Тут возле нас недалеко тоже еще одна открылась большая свалочная, свалочная, свалочный угол можно сказать, да, или свалка, но там по-моему по выходным не работает. Сейчас мы проедемся, посмотрим, думаю поедем чуть-чуть подальше в район, где можно все это рассортировать и выкидывать. Так просто это выкидывать нельзя. У меня есть одно видео сортировочное в Швеции, я уже показывала. Сегодня обновим это дело. Эти палеты очень хорошие и качественные, их решили мы оставить. На задний двор отнесем туда, где ближе к лесу. Красиво сложим. У нас очень много дров, еще можно порубить. Как-то вот вопросы задают, зачем вам столько дров. Ну как же, зачем? Камин топить, потом хотим строить баню, которая будет тоже на дровах. И тут в этом домике мы очень даже часто топим камин. Всю зиму, считайте, камином обогревались. Хоть он и не предназначен для такого обогрева, но он очень дает хорошее тепло. Я, кстати, вам как-нибудь зайду и сниму его. Вот у меня одна женщина спрашивала, говорит, на даче хочет устанавливать камин. Покажите камин. Я вам сняла, какой в дом привезли. Теперь сниму тот, что у нас нынешний. Камин и покажу вам. Очень хорошая отдача тепла идет от этих каминов. Мы, как всегда, группа поддержки. Ну, правда, и разгружать будем помогать. Как наш, как наш красивый район зеленее цветет. Посмотрите, как зелена у нас на районе. Хотим посмотреть правила на этой сортировочной свалке, мусорке. Что здесь стоит? Это если предпринятие, то платить нужно за мусор. Если частник не должно быть... Маленький грузовичок стоит, говорит, 450 крон, это 45 долларов. Подожди, мы же частники. Тут написано, что... Но это для предпринимания. Фактура, какой-то стебиль, я не знаю, контакт вяжем. Фрондит и егет хем. Да, если фрондит егет хем, надо их контакты делать, персонал. Здесь вот сейчас будем ходить сортировать. Вот видите, для одежды, обуви. Там дальше идет для кордона. Это пластмасса идет. Сейчас все в нужные контейнера нужно закидывать. Все в правильные контейнера. Это все пойдет на переработку. Ставлю рис вариться. Сегодня грилим на улице, на грильнице или на мангале. Курочку грилим. Хотим рабочих ребят тоже угостить. Поэтому ставлю побольше риса, побольше курицы достала сегодня на маринад. Салат быстро делаю. Здесь у меня морковь, чеснок, редиска, помидоры, корнишоны нашинковала и сметана. Чеснок, сказала я, да, выдавила. Немного чили, перца. Сейчас все это будем мешать. А, и масло тоже. Второй салат теперь делаю. Один салат готов, делаю второй без сметаны, без молочных продуктов. Здесь маленькие помидорки, салатные листья, редиска, чеснок. Морковь сейчас пойдет. И потом все заправлю лимонным соком. Сегодня курица у нас, куриный день. Сегодня без мяса. За мясом не ездили мы. Так что будем курицей сегодня наслаждаться. Ммм, какая красота и вкуснота у нас тут готовится. Вот такие у меня получились два салата. Красивых, аппетитных. Окна нужно будет мыть все. Сама, наверное, не справлюсь. Буду фирму нанимать, чтобы помогли мне. Как рабочие уходят. Каждый вечер я не могу спокойно ни лежать, ни сидеть, пока я не сделаю обход девочки. Обязательно нужно мне проконтролировать. Днем тоже, правда, заходим, проверяем, смотрим. Но потом еще хочу сама, когда никого нет, спокойно зайти все это посмотреть. Вот видите, шпаклем дети там кричат. Слышно, вот там идет уже тот дом, что мы сейчас живем. Прачка, видите, соединение с тем домом. И оттуда детей моих слышно. Вот шпаклевание сделали два слоя. По-шведски это называется пюцца, а потом шпакла надо еще. Но не знаю, как это правильно сказать на русском. Наверное, шпаклевание, а штукатурка, да? Не знаю. Ну, в общем, грубый слой. Два слоя наложили, углы вывели, маяки приклеили. И вот такая вот у нас получается вот моими глазами, честно, красота. Да, не знаю, как вашими глазами, так как я устала эти камни видеть. Наконец-то они зашпаклеваны. Я прям не нарадуюсь. Изоляция пошла на втором этаже, уже готова. Сейчас вот эту сторону они хотят, чтобы ребята тут закончили эту сторону делать. И пойдет изоляция у нас. С этой стороны тоже шпаклевание закончили там. Тут еще грубый слой. Теперь эту стену вот накидали, завтра буду доделывать. А так углы окон все вывели. Вот камин приехал наш красивый, который я вам все говорила, обещала показать. Он очень такой широкий, большой. Обогревает он 150, по-моему, квадратов минимум было. Жар дает он очень такой, ну, крупный он, 80, по-моему, сантиметров у него была ширина. Вот это для него трубу установили. Тоже замуровали. Это все кладка была, укладывали. Высота у нас здесь 7,5 метров. Так что труба у нас 7,5 метров в доме только. И на улицу теперь будут выводить ее. Этот камин будет полностью встраиваться. То есть черноту железа, металл, ничего не будет видно, только стекло будет. Вот такая вот моими глазами, не знаю, как вашими, красота. Здесь под лестницей будет гардюровный шкаф. Это все будет закрыто. Отопление все внизу, залитое бетоном, обогрев пол, по которым по шлангам бегает горячая вода. Это одна ванная комната, которую кафелью осталось покрыть. Вентиляцию сделали. Сейчас покажу вентиляционную систему вам. Вот те две трубы, это все вентиляция. Те две трубы вентиляции. Вот эти все голубые трубы, то что идет, это все вентиляция. Также на кухне две идут, вот видите, эта и та. Будут подключены к тому аппарату, который фильтрует воздух. А эта вытяжка, от вытяжки отдельно будет на улицу выходить. И эту комнату они будут завтра делать еще. Эту комнатку буду делать. Там прачечная. Дети мои кричат. Шпаклевка осталась, та что для уличного шпаклевания. Нужно поставить, сфотографировать сейчас и поставить в анонс, продать ее. Пока она еще у нас в хорошем состоянии, не испортилась. Один мешок 50 долларов стоит. Она уже идет такая ежа с краской. Ею зашпаклевал сразу, уже не нужно красить. Она воду в отталкивающую воду, в водоотталкивающую. Вот гараж. Утеплили его крышу. И обили все гипсами. Вот гипсы стало видно, да? Вечерняя прогулка у нас. Тут у соседей в клетке разные животных они держат. И курочек, и кроликов. Дети любят к ним бегать туда, морковки кидать. Вот такие вот сажают ели. Почему-то размыто видно. Такие вот ели сажают. Что такое почему-то? Ага, от солнца отсвечивает. Очень густо получается. Это специальная ель такая, она разрастается. Необычная туя. И посмотрите, какой густой забор получается. Стригут его сверху по бокам каждый год. И очень неплохой даже забор. Суперский получился. И красивый, и зеленый. Впереди у них так, а сбоку вот такой изъели забор. Пришли на футбольное поле, мяч с собой не взяли. Нужно в следующий раз с собой мяч захватить.